Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут иеромонах Ириней Пиковский, преподаватель Сретенской Духовной Семинарии. Лекция записана специально для портала экзегет.ру. Тема нашей сегодняшней встречи — Нагорная проповедь. О ней мы узнаем из двух Евангелий. Ее передает в полноте Евангелист Матфей. С 5 по 7 главу Евангелия от Матфея мы узнаем о том, что говорил Господь учеником, наставляя их о нравственности. Евангелист Лука также передает части проповеди, которая была сказана на ровном месте, как написано у него в тексте. И по мнению блаженного Августина, вполне возможно, что то, что у Евангелиста Луки повествуется в Евангелии в разных частях, то есть сказанное в разное время и в разных местах, Евангелист Матфей собрал воедино, чтобы сообщить нам, что говорил и чему учил Иисус Христос о нравственности, противоставляя свое учение и толкование закона Моисееву тому, чему учили и как толковали закон Моисеев учителя иудеев I века. Итак, открыв уста свои, начал говорить. По мнению святителя Иоанна Затауста, Господь проповедовал не только, когда отверзал уста, но и своими внешним видом и поступками обучал учеников своих, как нужно жить и поступать. В первую очередь, слово обращено к ученикам, но мы видим, что через них и в присутствии них к более широкой аудитории. Начинается беседа Нагорная, сказанная на ровном месте, обращением к ученикам, блаженной нищей духом. Вся беседа имеет очень четкую структуру. И мы видим, что Евангелист Матфей, как представитель иудеев I века, он обращает особое внимание на числа. Сначала идут девять заповедей блаженств, потом то по три, то по четыре высказывания, разное учение о посте, молитве, милостыне. Звучит шесть антитез, то есть противоставлений, толкований иудейских учителей, толкований Иисуса Христа, в центре учения о новозаветной нравственности. И далее также, подвергаясь числам три и четыре, мы видим, как завершается Нагорная проповедь. Итак, блаженны нищие духом, як отехи из Царства Небесное. В Евангелии от Луки будут сказаны примерно такие же слова. Но если присмотреться к древнейшим рукописям, у евангелиста Луки нет слова «духом». У него сказано только «блаженны нищие». И в целом по Евангелии от Луки меньше заповедей блаженств. Трижды возвещается «блаженны нищие, алчащие, плачащие», «блаженны те, которые будут злословыми и гонимы правдой ради». «И горе», — возвещает евангелист Лука из уст Спасителя, «горе тем, которые богаты, присыщены и ныне смеющиеся, и горе тем, о которых сейчас говорят хорошо, потому что так поступали и лжепророками отцы их». В Евангелии от Луки, в отличие от Матфея, большой акцент делается на социальное неравенство. Блаженны те, которые презренны, у которых нет имущества, которым в силу житейских обстоятельств доводится плакать. И наоборот, горе тем, которые в этом мире получают уже свою мзду, награду, потому что их будет ожидать иная участь в Царстве Отца Небесного. Вполне возможно, что отсутствие в древних рукописях слова «духом» в Евангелии от Луки не случайно, потому что во всем своем Евангелии Лука делает большой акцент на страдании Иисуса Христа за страдания рода человеческого. И своими страданиями он искупает род человеческого от болезней, несчастья и горя. Но в Евангелии от Матфея несколько другой акцент. Евангелист Матфей обращается к тем людям, которые знают Ветхий Завет, которые стараются его соблюдать. Но вопрос в том, как соблюсти нормы Десятисловия Моисея, как адаптировать Пятикнижие Моисеева к сегодняшнему дню. И вот об этом он говорит в первую очередь в своих девяти заповедях блаженств. «Блаженны нищие духом, якотехи из Царства Небесное». Что такое нищие духом? По мнению святителя Иоанна Затауста, в первую очередь это смиренные. Это те, которые имеют соответствующее расположение души. Не всякий нищий блажен, не сама по себе бедность делает человека угодным Богом. Но те, которые смиряют себя, те, которые покорны воле Божией, вот те получают удел Небесное Царство от Отца. И это мы можем сопоставить с высказанием пророка Исаии, который еще раньше, до Евангелиста Матфея, выразил такую же мысль следующими словами. От лица Бога Исаия говорит. «Вот на кого я призрю, на смиренного и сокрушенного сердцем, сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Моим». «Блажены те, которые, осознавая свои грехи, о них плачут». И мы переходим ко второй заповеди блаженства. «Блажены плачущие, ибо они утешатся». Есть разный тип плача. Есть плач о житейских предметах, которые, по апостолу Павлу, недостойны того, чтобы о них плакали. И только та печаль, она ведет человека ко спасению, который ради Бога. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам говорит об этом так. «Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Итак, не всякая печаль дает утешение. Но та печаль, которая человека движет к изменению его духовной жизни, вот та действительно приближает его к Богу. А оплакивающие свои грехи уже не способны гневаться на кого-либо. Они становятся кроткими. Блаженно кроткие, ибо они наследуют землю. Земля принадлежит Богу. Господня земля и все, что ее наполняет. Земля, которая была дарована Аврааму в качестве удела, по обещанию земля обетованная, дается ему на время. Мы видим, как неоднократно Бог обращается к народу Израилеву и предупреждает, что если будет соблюдать израильский народ заповеди Божии, тогда будет жить в земле, которая полна молока и меда, и будет умножать свое потомство и благоденствовать. Но если не будет соблюдать народ Божий заповеди Божии, то он потеряет ту землю, которая обещана ему Богом. Итак, мы все странники по земле. И та земля, и то имущество, которое у нас есть, это некий дар, кредит, талант, который дается нам, чтобы мы его приумножили. Таланты посвятили Богу, землю благоукрасили, использовали ее для того, чтобы в мире умножилась красота и добро. Но вполне возможно, что евангелист Матфей говорит не только о земле в плане земной плоскости, то есть телесной, материальной, но он говорит о некой высшей земле, о небесной земле, подводя наши мысли к небесному Иерусалиму и небесному царству, о чем мы узнаем дальше. «Кроткие» способны на добродетели по отношению к себе, и они становятся алчущими и жаждущими правды. Блаженны алчащие и жаждущие правды якотеи насытятся. Под правдой может подразумеваться Слово Божие, может подразумеваться искание справедливости от Бога. В контексте богословия, записанного в Нагорной проповеди, вряд ли под правдой мы можем подразумевать только лишь земную справедливость. Итак, блаженны алчащие и правды, когда они ищут этой правды, они становятся милостивыми, они понимают, что правда Божия в том, чтобы умножать в мире любовь. Блаженны милостивые, ибо те помилованы будут. Блаженны Иероним на этот счет давал такое толкование. Под милосердием понимаются не одни только милостыни, но и снисходительность ко всякому греху брата, когда мы будем носить тяготы один другого. Искренные дела милосердия, они делают человека чистым сердцем. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Человек, который узнал правду Божию, стал милосердным, очистил свое сердце, он вот только тогда может становиться миротворцем. Мы видим, что Господь постепенно от заповеди к заповеди возводит нас к какой-то высшей реальности. Эта мысль была высказана у святителя Николая Сербского, который употреблял развитие или переход по-другому от одной заповеди блаженства к другой, некой пирамиде, лествице, которая возводит нас от земли на небо. И так человек не сразу становится миротворцем, но он должен подготовить, очищить свою душу для приятия Слова Божия, и так постепенно он учится, понимает и творит дела мира на земле. И вот они будут наречены сынами Божиими. Те, которые достигли духовной высоты, они, конечно, должны понимать и признавать, как пишет Иоанн Богослов, что мир возле лежит. Но они не должны ненавидеть других. Но, наоборот, если их будут ненавидеть, гнать и злословить ради правды Божией, то будут они блаженны. Слово «блажен» по-гречески «макариус» означает «счастлив», «радостен». Это слово восходит к ветхозаветным соответствующим аналогам, которое можно сопоставить с понятием «благословен». То есть тот по-настоящему счастлив, радостен и благословен от Бога, который следует заповедям Спасителя, которые помогают нам увидеть, как Ветхий Завет реализуется в новом. Итак, заповеди блаженства. Они, по сути дела, передают нам путь в небесное царство в сокращенном виде. Святитель Иоанн Златоуст на этот счет говорил так, что Христос сплел нам из этих заповедей некоторую золотую цепь, пролагая путь от предыдущей заповеди к последующей. Но и в самом деле, если человек будет оплакивать свои грехи, он будет кротким, праведным и милостивым. Милостивый, праведный и сокращенный сердцем будет непременно и чистым по сердцу, а такой будет и миротворцем. А кто всего этого достигнет, пишет святитель Иоанн Златоуст, тот будет готов и к опасностям, и не устрашиться с дречи и бесчисленных бествий. Благодарю за внимание. Мы продолжим наше рассуждение о нагорной проповеди в одной из следующих бесед. Субтитры создавал DimaTorzok